так девочки кто меня видит поставьте мне пожалуйста плюсики здрасте моя хорошая я вас рада видеть так видите меня прекрасно слышите да да привет привет девочки я буду смотреть то так то так там что-то меня instagram привет а тут у меня закрытая фебинарная комната в которой люди видят презентацию инстаграме не видят но видите меня все в бумажках потому что да я готовилась и нас с вами сегодня интересная очень тема да как меня видят окружающие я думаю что мы сами уложим все в час надеюсь что меня не понесет хотя это бывает вот я уложусь да вижу плюсики прекрасно вы меня видите я вас тоже это хорошо вот и мы с вами сегодня поговорим как же вас видят окружающие и вы скажете кто не как вы можете знать как меня видят окружающие все странно как эти тема да но есть такие способы такие методы мы поговорим отчасти стилях воспитания и вы мало того что увидите себя как родителей себя как людей как личности до просканируйте себя и поймете что на самом деле вы можете такое транслировать о чем все остальные догадываются потому что это видно а для вас это может быть немножко так как вы знаете скрыто вам кажется что такая реальность на самом деле это вы транслируете это первая тема а вторая на самом деле вы как родители сможете просканировать и понять где может быть вы совершаете ошибки и немножко успокоиться в чем-то или наоборот поднажать да для того чтобы ваши дети были более гармоничны и счастливы да потому что ну каждый родитель хочет правильно чтобы дети были счастливы девушки поставьте просто слово я у кого есть дети вообще в принципе да кому вообще ну важно чтобы я вот этот по посыл делал еще и к детям тоже да что вы можете про себя кое-что понять и и и выбрать детей своих потому что к счастью или к сожалению я был не от яблони до яблоко от яблони да и когда мы трансформируем себя то и и дети автоматически меняются потому что они перед собой видят другую модель татьяна вы все время в эти вечернее время за фирме нет не все время пока вот делаю вечернее потом наверное перейду на утренние потом нас еще переводят часы в европе поэтому вообще и не знаю в марте это как-то будет по-другому я вам и хорошие вас информирую всегда да вы все знаете поэтому следите за носом да так чтобы постоянно нет потому что необычный вечер на консультации очень много да я для меня это не очень удобно так есть я от вас до идут яшечки да значит у вас есть дети значит вам это тоже будет полезно вот и значит я вам расскажу сегодня эту часть я вам скажу сразу что этот маленький кусочек из курса онлайн школы отношений на которые приглашаю буду сегодня про школу рассказывать да которая стартует у меня на следующей неделе и вот она уже скоро стартует этот маленький элемент который мы с вами сегодня сделаем это прямо вот оттуда да просто мы и не полноценная занятие это куда я вам покажу элемент потому что я понимаю что не все приходят примете работать у всех там подготовка разные да кто-то готов прям работать кто-то нет а все кто придут на платный курс это те кто действительно уже пришел работать они просто ну так знаете просто проходил так давайте начнем я сразу возьму гулька с ногах смотрите что так и не раз переключаем вот смотрите вот это сейчас на сами будет основной слайд так вот девочки вы не увидите с инстаграма я вам буду его озвучивать да значит есть шесть факторов которые нужны ребенку сейчас мы как родители давайте включимся да вот шесть факторов которые нужны ребенку для процветания то есть если родители обеспечивают все эти шесть факторов то ребенок и здоров и благополучен и успешен и счастлив да обычно что-то у нас просаживается в силу того что у нас этого не было да но что же это такое сейчас я вам скажу просто их по пунктам да вот перечислю а потом буду вот объяснять а вы себя будете сканировать и думать даю ли это своим детям безопасность второе связь с другими эмоциональная связь с другими третье самостоятельность 4 самооценка 5 самовыражение и шестое реалистичные ограничения вот в наш век когда все пытаются работать над собой все пытаются впихнуть в детей все и и часто теряют рамки и поэтому вот этот последний пункт здоровые реалистичные ограничения не тоже на самом деле нужны и важны вот и вот когда у нас через шесть пунктов есть то на самом деле детям нашим прекрасно как в формате в теплице в такой который открыты двери они могут бегать прибегать тепло и солнышко в тоже имея нет такого что душно очень не там замочек висит да все прекрасно а как же это связано с системой да как у меня видят окружающие очень просто если у вас была нарушена какая-то из этих потребностей в детстве сейчас я буду об этом рассказывать то вы начинаете транслировать чуть-чуть до другие вещи вот давайте начнем с первого пункта это безопасность что такое безопасность а теперь перемещаемся в позицию ребенка и вспоминаем свое детство девушки почему я часто говорю про детство и если тут одна же девушка меня спросила таня а в курсе будет что-то вообще про будущее про то как построить здоровые отношения чтобы типа все не про прошлое я бы сказала так что у меня все курсы построены 50 к 50 до 50 50 50 мы работаем с детством девочки я сама лет 15 в терапии уже и все равно что-то обнаруживаю сколько можно все работать с собой на самом деле психотерапия это спиралевидная такая тема да и можно на одну и ту же тему говорить много-много раз просто будут разные слои это как знаете вот есть какой-нибудь фильм который вы там много раз пересматриваете или книжка вот вы каждый раз пересматриваете да и вдруг видите что-то другое что вы раньше не видели бывает такое выгодить я как-то под этим углом этот фильм и не видела или ой а вот этот актер сказал вот это я же 20 раз смотрю почему я эту фразу не слышала да бывает такое хотя на что-то вот психологии то же самое знаете в эту числе когда люди приходят там что опять эта тема с я уже два раза не работал смешно на самом деле это как вы видите ой опять почистить зубы я уже позавчера чистил зубного что то есть на самом деле настолько глобальные и большие темы поэтому без прошлого никуда поэтому да в этом курсе все равно мы будем анализировать прошлое зачем чтобы освободиться еще больше чтобы еще больше открылась энергию чтобы мы с вами могли построить эти здоровые отношения с детьми с родителями с возлюбленными для того чтобы это было возможно потому что знаете как представить себе что вот эти вот там шесть пунктов да если они все есть то и дерево но здорово цветет понимаете большая крона там цветы все нормально а было что-то наружно там искривилась лав раз какие-нибудь тля какая-нибудь завелась на это подмерзла там одна отсохла ветка и вот дерево от того потенциала которым оно могло быть да а ну как бы как-то видоизменилась понимаете а там же много пунктов и вот как бы разбор этих пунктов он каждый раз позволяет открывать по потенциал и прорабатывать так ты немножко значит убежала давайте вернемся на что наши теме так безопасно безопасность что это такое это когда вам в детстве было спокойно дома стабильно не было никакой угрозы такая тихая гава какие факторы могут нарушать это девочки как вам кажется скандалы могут безопасно конечно когда кто-то пьет может нарушать конечно когда кто-то ушел из семьи да вот была полная семья потом раз папа ушел мужик конечно в общем всякие крики оры разборки понимаете когда в семьях живет по три поколения понимаете и между ними что-то такое происходит когда эмоционально холодные абсолютно родители да то есть как бы вот этого но это больше ко второму то есть когда физически вы можете прийти домой и там отдохнуть понимаете а когда вы боитесь что сегодня будет мхамы сегодня как нормальная с работой придет или будет тарань да или а а старший брат то есть это может быть и не обязательно от родителей может и бабушка дедушка может быть от братьев сестры да да то есть это как бы обстановку дома девочки поставьте просто плюсики кто может сказать что у вас было безопасно потому что эти там шесть пунктов первый пункт у кого был вот вы понимаете что вы домой идете в безопасное место да вот может быть опасно там на улице в школе где-то а вот дома безопасно поставьте плюсики у кого было безопасно и носики у кого небезопасно инстаграм тоже пишем пожалуйста да 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 и всегда это плюс у нас да ну вот как бы в целом температура по больнице да так в целом да то есть знаете тот кто как бы типа фу я дома а можно вот отдохнуть это знаешь больше плюс или блин я дома это скорее минус да мой папа пришел я раньше думал что безопасно сейчас понимаю что не да девочки конечно когда мы привыкаем вот к такому состоянию нам кажется что это есть норма понимаете нет а сейчас когда вы уже взрослый человек понимаете окей есть плюсики есть минус девушка у кого плюсик поставьте себе плюсик хорошо значит скорее всего эта штука у вас закрыта потому что если минусик не помню если девочки если память стерта значит там была угроза к сожалению да психика всю боль пытается блокировать и стирать поэтому да если вы не помните ваше детство значит там кошмары какие-то были потому что когда она более-менее благополучные люди помнят свое детство лет с трех уж точно так вот значит если по нарушена потребность в безопасности что он то транслируем окружающим да вот что что мы можем такое производить да и что нас будут думать окружающие да если была угроза то мы не будем доверять вот в чем дело потому что у меня тут все прям по таблице а я все у того что без таких прям полноценных слайдов то я буду то есть там у нас возникает ну а одна из да то есть там два могут быть отклонения такие да но мы не доверяем потому что когда угроза идет от самых близких людей то мы понимаем что доверять опасно открываться опасно и что потом происходит потом происходит что мы как бы такие знаете отстраненные не очень открытые не очень доверяющие да и как бы можем ждать подвоха да то есть мы как бы знаете такие все время ну вот как такие осмотрительные да то есть мы как бы так ждем подвоха люди это считывают понимаете то есть иногда бывает как что ой типа она какая-то как снежная королева она какая-то равнодушная или высокомерная или холодная потому что очень часто вот этот образ когда нарушена потребность безопасности это колючка такая да колючка почему такая она сама боится она защищается вот этими колючками да но со стороны она кажется какой-то холодной какой-то мало дружелюбный неприятный понимаете и получается что люди в ответ тоже не очень доверяют тоже не очень открываются и колючка понимает что ну да все правильно доверять так нельзя понимаете и эта штука закольцовывается вот так вот да вот еще бывает такое что нет подождите не буду а то сейчас я про эту одну штуку буду вам рассказывать очень много там получается такое что по каждому пункту есть две ловушки в которые мы попадаем более прям подробно с примером я буду говорить в школе отношения сейчас я вам схематично рассказываю чтобы кто-то себя в чем-то узнал хорошо да и как раз получается да что мы выглядим как бы так знаете отстраненно даже немножко агрессивно а внутри на самом деле мы боимся и очень часто когда нарушена потребность безопасности то мы хотим быть очень сильными очень сильными да чтобы точно уже нас никто и не обидел да а со стороны это выглядит понимаете как какая-то отстраненность холодность такая высокомерие даже может быть понимаете что такая какая-то слишком гордая слишком какая-то резкая понимаете какая-то слишком директивная такая да дальше вторая у нас с вами тема связь с другими теперь мы помещаемся в как историю родителей то есть мы с вами как родители и что же это такое эмоциональная связь с другими что нужно ребенку да для вот процветания это второй девочки пункт это эмоциональная связь с другими то есть ребенок мало того что нужно быть дома безопасно он должен чувствовать что вокруг теплые люди что его любят его слышат к нему прикасаются да то есть есть ласка есть сопереживание ему могут дать совет чему-то научить да то есть он может взаимодействовать и вот тут когда родители работают круглосуточно или они или у них игнор все время да или не знаю мама устраивает свою личную жизнь ее нету все время да или там папа отсутствует то получается возникает вот такое вот знаете что я один я одна и у меня нет эмоциональной связи да что навряд ли меня полюбят и тогда у нас с вами возникает такая эмоциональный тип кривации вот ощущение что меня не полюбят ощущение что я вот одна и останусь я одна сейчас такой как бы расскажу один случай у меня вот у клиентки одной есть такой муж она мне про него рассказывает я понимаю вот это оно что он делает у него третий брат и он значит вкладывается сначала в женщину свою очень сильно максимально делает все-все-все-все-все у нее там еще одна тема есть ну вот это вот самое главное и внутри он ждет как бы да он ждет что на самом деле ну его полюбит да это как бы первое слово верхнее а внутри он готов к отвержению он готов как и в детстве да что так и не будет амариатом так она его и не услышит так она его и не приголубит и поэтому он разочаровывается каждый раз в своей женщине говорит нет это не она и находит следующую опять значит в нее верит и потом опять значит оставляет и говорит боже мой опять не она а внутри у него вот эта вот штука что меня не полюбит да вот такая ловушка отверженности это вот одна из вот видите что есть такая еще схема сейчас раскрывается что я покажу сейчас уже гугл в этим не буду так сильно да да видите тут у нас по каждой потребности когда она в депривации то есть в отсутствии возникают две ловушки которые мы транслируем исходя из них у нас сценарий возникает остальные это видят понимают мы нет а мы думаем что это такой мир ходим с этим да и другие люди простают отношения с нами исходя из этого потому что это видно на самом деле а мы и не знаем потому что мы думаем что это так устроен мир вот и вот у него вот это вот штука да эмоциональный тип при вас это я вам все подробно буду рассказывать на курсе сейчас нам с вами важно просто понять общие такие вещи да про своих детей и про нас тоже да и вот получается да что мы вот повторяем это одно и то же потому что внутри вот этот вот ребенок потому что так сложилось так сложилось и он вот в этом пребывает третий девочки пункт который нужно дать своим детям это самостоятельность то есть вовремя их отпустить вовремя их отпустить да когда ребенок чувствует что то он хочет пойти с друзьями погулять он может да он хочет на какую-то горку залезть да он он может туда залезть вот что он может сам да вот этот вот кризис когда вот ребенок я могу сам сам я сам да то есть такая вот свобода у него возникает и когда родитель поощряет это ребенок становится самостоятельным но когда родитель боится это поздний ребенок например да или очень много страхов вообще по поводу этого ребенка гиперопекающая мама да она может работать ей вот и не хочется она хочет именно все в детей вложить и быть очень нужной значит и тогда она все время там кутает ой ты там вот упадешь ой что с тобой случится и ребенок понимает что он сам из мамы не очень так понимаете вот с мамой все в порядке а вот сам он не очень и возникает такие ловушки вот две сейчас я вам покажу вот они видите третье зависимость или уязвимость то есть я зависим и тогда эти люди взрослые станут у меня к клиентке очень часто приходит 35 лет 40 лет обычно это какие-то вот обеспеченные родители даже могут быть а у них состояние такое что я маленькая девочка что я обязательно ну я сама не смогу понимаете вот это вот этой самостоятельности нет потому что вовремя ребенок не отсоединился его все время вот так вот как бы гиперопекали и поэтому потом бывает проблема с работой в отношениях обычно ищется сильная фигура мужская которая обеспечивает папа а я буду твоей девочкой но с работой очень большие сложности потому что ну получается да что я не сильно самостоятельно угу девочки поставьте плюсики у кого самостоятельность была у кого самостоятельность была да обычно все-таки это как бы родители которые ну например их могло не быть да в том смысле что вам давали все что угодно и вы сами знаете там по саборам лазили или просто мы могли давать свободу из любви, а могли просто по халзатности, скажем, тогда оно у вас было, вы могли экспериментировать, понимаете, тогда обычно вот это ощущение, что я могу, у меня получится, оно есть, о, видите, плюсики пошли, да, вот тут у нас, как бы, сами видите, больше плюсиков, да, тут очень важно своих детей тоже, мои хорошие, вот отпускать, потому что хочется их оберечь, подстраховать, да, и тогда мы можем быть гиперопекающими, наши дети могут быть не очень самостоятельными, да, идем дальше, самооценка, что это такое? Самооценка это, когда вербально вам посылают информацию о том, какая вы, ты умная, ты красивая, у тебя получается, ты там наша умничка, да, ой, смотри, какой классный рисунок, как ты прикольно прыгаешь, да, слушай, ну тут ты прыгаешь вот так, тут ты прыгаешь вот так, да, то есть нету сравнения, ой, а Маша-то вот, она гораздо лучше, понимаешь, или, ой, а я-то в твои годы то-то, да, то есть вам дают позитивную самооценку, что с вами все хорошо, какие-то ваши способности, про вас лично, да, то есть вам дают позитивную самооценку, когда критикуют или вообще молчат, да, потому что вот игнор девочки, это тоже плохо, то есть ребенок и не знает, а какую я, да, а что, а что, а что, как я рисую, я такая красивая, нет, я способная, нет, как вообще, да, вот, и то здесь мы может быть либо вот игнор, и тогда у нас минус, или критика идет, да, то есть похвалы нету, но есть критика, и тогда возникают вопросы к самооценке. И тут, если это было в плохой форме, у нас с вами возникает неполноценность или несостоятельность, это вот совушки такие, неполноценность, что это такое? Это, знаете, нам кажется, что у нас какой-то есть изъян, и вот мы списки пишем, вроде я там и умная, и то, и вот у меня там высшее образование, вот там красный диплом, но все равно какой-то у меня есть брак, и вроде бы его нету, но я его как будто бы вот ощущаю. Это бывает вот так вот, да, или может быть несостоятельность, это в какой-то именно сфере, то есть, допустим, у меня нету никаких претензий к себе, там, как, допустим, к ученице, то есть я там умная, сообразительная, т-т-ты, а вот как девочка красивая или нет, у меня вопрос. Или, а оборот, допустим, да, вот, и тут получается, девочки, что мы как родители, да, нам важно ребенку давать вот эту вот обратную связь, какая она, какой он, чтобы он знал, и чтобы он был в себе уверен, да, и вместе еще со свободой, и вместе еще с эмоциональной поддержкой, и с безопасностью, да, вообще все прекрасно. Девочки, как у вас самооценка, если вспомнить вас в детстве? Плюс вам давали позитивную обратную связь о вас, минус, если или критиковали, или игнорировали. Девочки, это понятно, что это и не значит, что, знаете, вам смотрели в рот и говорили вам только какая-то прекрасная, да, но критиковать можно поступки за какие-то, что здесь ты ошиблась, или как бы ты сделала вот это, и это там так-то вот отразилось, то есть, да, то есть это тоже нормально, но это именно обратная связь, а не идиотка, руки там не с того места, да, вот, то есть, не в этом. Ага, тут пошли минусы, да, у нас, да, то есть вы, дети, которые представлены были сами себе, и сама оценка такая тоже, надо ее самим сформировать, правильно, да, вижу там минусики, и тут минусики у нас в основном. Всегда сравнивали и критиковали оба родителя-учителя, а, то есть они такие еще по роду деятельности, понятно, да. Да, да, девочки, что тогда у нас может быть, я вам говорила, у нас может быть либо неполноценность, вот это ощущение, что что-то со мной не то, или несостоятельность, типа вот это у меня точно не получится, вроде даже предпосылки есть, но вот мне кажется, что я завалю что-то, знаете, что знаю, что черт-то вот у меня вот оборвется, да, это вот оттуда берется, потому что нету этой вот уверенной обратной связи. Так, девочки, осталось два пункта у нас с вами, два пункта. Дальше, самовыражение, что это такое? Самовыражение. Какие здоровые дети? Девочки, дайте представим какую-то вот картинку, когда вот у вас рисуется картинка, вот, да, здорового, счастливого ребенка. Это какой ребенок? Как вам кажется, тихий или шумный? Активный или смирный? Как вам кажется? Пишем. Так, пишем, 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 пишем. Какой вот у вас представляется здоровый ребенок? Счастливый, неудобный и хороший ребенок, да? А вот именно, чтобы ребенку было прикольно, а не родителям. Какой? Любой, мне кажется, активный, шумный. Ага, как вы думаете, шумный, шевутной, активный, сами себе, активный, сбалансированный. А кто же его сбалансировал? Это очень интересно, да. Счастливый. Да, девочки, смотрите, да. То есть дети, кстати, вы вот обращали внимание, что дети на фотографиях всегда получаются прекрасно. Кто вот обращал на это внимание, что дети почему-то хорошо получаются, как бы они, вот не знаю, в каком они ракурсе были, да, если вышка, что они там не поребили, вот и держатся прям сажать, да, а дети почему-то хорошо получаются на фотографиях. А обращали такое внимание? Ставим плюсик, если да. Вот вы видите, по поводу, может быть, ваших детей, да, что прям как-то дети, они как-то получаются. У них порыщей нету и брылий. Ага. Нет, знаете, дети бывают разные, девочки, вы же понимаете, дети тоже бывают красивые или не очень. Все-таки, да, то есть, но нам они все кажутся красивыми. Почему? Объясню. Потому что они естественные и спонтанные. Потому что у них нету зажимов в лице, да, каких-то таких, когда мы что-то пытаемся сделать. Они спонтанные, и у них еще нету вот этого комплекса, что вот этот ракурс у меня красивый, а вот этот нет, да. Поэтому они проявляются свободно, да. А когда мы уже, да, когда мы, знаете, уже немножко понимаем, что тут у меня нос как-то длинноватый ушек, ну, да, я, знаете, вот как-то немножечко держу роль, я такая немножко вареная уже становлюсь рыба. И вот этой плавности, вот этой естественности, то, что видно обычно, да, то есть, какие-то вот такие естественные фотографии, да, вот они вот у детей классно получаются, потому что они естественные, у них еще нету вот этих блоков. Это как раз пункт пятый самовыражение. И тут на самом деле здоровые дети, они правда разные, но все-таки они проявляющиеся, то есть это эмоциональные дети. И обычно это смех, обычно это какие-то разговоры, да, это могут быть там и плач, может быть, то есть это какая-то бурная реакция, то есть это все равно реакция какая-то, да. Вот эти вот смирные, подавленные, тихие, очень удобные дети, это скорее подавленные дети, чем спонтанно проявляющиеся, да. И ребенок часто испытывает радость и вообще развитие через активность. Почему, знаете, им сложно вот это вот в первом классе усидеть, да и во втором сложно усидеть. Почему? Потому что через активность они развиваются. И нормально, что ребенок активный, что он, не знаю, там ходит, прыгает, висит там, что-то с ним происходит, да. То есть у него есть импульс, и он это выражает. Но ребенок, который вот такой активный, творческий, вот такой спонтанный, выглядит как бы взрослыми глазами, особенно такими перфекционными, как-то, знаете, не очень симпатично. Типа, ну что ты как обезьяна, или что ты висишь, ну сядь ты нормальный, ну что ты уже ржешь все время, ну что ты скачешь, да. Ну как бы люди взрослые вот тут устают. Катя мне пишет, Таня, я хочу самовыражение с вами с 2014 года, сколько же я со мной лет-то, считаем, 7 лет, и до сих пор балдею. Знаете, я думаю, что я такой останусь лет еще 40, поэтому можете продолжать быть со мной, Катя, это мне очень приятно. Да, это очень важно, это, честно говоря, мой блок, у меня пятый блок, пятый блок, вообще был в блокировке в сильнейшем, я его развивала до сих пор, с психотерапевтом развиваю. Да, и вот эти дети, я была, знаете, кем была тихим ребенком, я спрашивала, мама, можно? Я никогда ничего, их не сломала. Знаете, когда там дети, муку на себя у меня поняли, Настя, эти туфли выбрасывали, значит, там, какие-то крупы сыпала, нет, ни поломанные вещи, и ты спорченого чего-то там, знаете, ничего. Я говорю, мама, можно? Вот так вот, мне говорили, боже, идеальный ребенок, со взглядом профессора, такие умные глаза, такой спокойный, такой мудрый взгляд у ребенка, понимаете? Да, потому что ребенок не был ребенком, вот в этом вся разница, понимаете? Так, ладно, я немножко отвлеклась, вот, это пункт. И нет у нас кризиса 7 лет. Вот, и вот эти дети, понимаете, которые, самовыражение у которых, да, то есть они навряд ли спокойные или какие-то очень ровные, да, они очень разные, да, и у них вот это все время, да. И поэтому обычно люди, вот, когда вот дети поздние, да, ну или как средние, поздние, да, вот я смотрю, я живу в Праге, да, вот тут, знаете, дети по лужам ползают, не знаю, там, вопят, ну, то есть я думаю, я когда сначала приехала, думаю, что это за кошмар вообще такой. А родители такие, ну, типа дети, там, что-то он в лужу, знаете, залез, там, ну, там, тут мы были, значит, буквально, когда у нас растаял с ним, знаете, такие в колодцах, такие, как этот, люки, да, там вода, подходит ребенок с лопаткой. Честно, что ты воду лить, себя там поливает, кого-то, я думаю, наши давно бы оттащили, ты что, сейчас намокнет, прям домой, уберись. А ребенок изучает, значит, поливает все это, все стоят, смотрят, ну, как бы ребенок познает мир. И почему я говорю про поздних детей отчасти, да, потому что родители тогда имеют, ну, не знаю, большую финансовую базу, вообще какую-то базу дать ребенку проявляться, и они уже умиляются. Ой, как он смеется, ой, как он весь испачкался красками, ой, какая именно, какая симпайпулька, понимаете, когда вам 20 лет, например, да, вы там одной рукой, там, не знаю, кашу варите, другой, там, работаете, там, в институт поступаете, к вам вот эти вот все штуки, вот эти самовыражения, хохот, прыжки, вот эти домики, они вам вот здесь вот, да, и вы пытаетесь подавить это. Конечно же, это зависит не только от того, сколько вам лет и сколько было лет вашим родителям, это очень много зависит. Да, может, там, пожилой родственник жил, когда ребенок как бы горячит, он там препятствовал сну, там, да, или вообще, я не знаю, про что-то. Но возникает подавление, и тогда у нас с вами возникает две словушки. То есть покорность, то есть ребенок подстраивается и говорит, ладно, то, что ты хочешь важнее, чем то, что я хочу, я понял. Или завышенные стандарты, идеальность, говорят, ладно, если ты будешь, ну, если ты вот хочешь попривляться, вот тогда, пожалуйста, олимпиада по физике, вот, пожалуйста, спортивная гимнастика, будет тогда вот самый-самый-самый лучший, и тогда идут такие отличники, завышенные стандарты возникают, да. Не, что-то мы все будем поподробно в курсе разбирать, сейчас просто главное саму, саму вот идею понять, что вот когда идет блокировка самовыражения, мы так привыкаем, что потом мы к чему приходим, что нам вдруг сложно почему-то себя отстаивать, нам сложно говорить нет, нам сложно, не знаю, там вдруг плакать или там, не знаю, кричать, и вроде как обстановка предполагает, а мы подстраиваемся под реакцию других, мы ставим себя на 15 место, да, потому что мы привыкли подавлять слезы, подавлять смех, подавлять плач, подавлять, вообще себя подавлять и становиться такой покорной, удобной, хорошей девочкой. Или, еще вторая крайность, да, это мы поднимаем такую планку, ладно, если уж я должна проявляться, я должна быть самой лучшей, я должна быть самой, я не знаю, выше всех прыгать, дольше всех бегать, там, не знаю, чтобы дома вот убираться, чтобы у меня все там вот такое, если там вот подеваться, то обязательно вот так, да, то есть мы себе так сразу, надо быть прям прекрасно, идеально, здесь есть этот инстаграм, конечно, все это подыгрывает тут очень сильно, да. И тогда мы тоже себе, ну, как бы себя душим этим, понимаете? И это на самом деле совушка, люди это видят, они думают про нас, слушай, ну это такая вот идеальная вообще, ей, наверное, помощь-то не очень нужна, понимаете? И получается, что мы хотим, наоборот, самовыражаться, а через то, что мы вот такая вот идеальная, мы, как бы, наоборот, от людей, ну, как бы, отстраняемся, да, и сами себя загоняем. И главное, знаете, вот у меня очень много таких клиентов ко мне очень приходят, очень высоко поставленные люди, высокоорганизованные, такие-то-то-то-то-ты, еще же надо личностно развиваться, у них уже это, это, и то есть, еще этот личностный рост должен быть, да. И я, как раз, и работаю с ними про то, что расслабьтесь уже, вы себя просто вгоните в психосоматику, потому что у кого-то уже атаки панические, у кого-то уже сердце валит, понимаете, уже у кого-то с пищеварением плохо, да, вот, а мы все, значит, все идеально пытаемся все сделать, да. Вот, и детям своим, девочкам, нужно разрешать самовыражаться. Вот, и в общем, про эти ловушки тоже мы с вами будем говорить подробнее. А мы возвращаемся с вами к последнему пункту. Ой, это вообще песня. Девочки, последний пункт – реалистичные ограничения. Это рамки. Вот знаете, что я вижу сейчас в богатых семьях, у меня много таких клиентов, что они с детьми делают? Они сами страдали в детстве, у них там, знаете, было все плохо, там, эти алкоголики, их там били, не знаю, кто-то рано умер. Они теперь на высоких постах, очень много денег, есть водители, есть няня, есть повара, ну, в общем, все есть, да. И бедный этот ребенок весь в кружках, в спецшколах, с тремя языками и без реалистичных ограничений. Ребенку можно все. И он сходит с катушек. Потому что, смотрите, вот здесь вот такая вот такая вещь, вот рамки, вот ограничения, они нужны ребенку, и нам они тоже нужны, разумные ограничения для того, чтобы… Олечка, чуть попозже, да, сейчас мы скинем. Видите, я начала очень много говорить. Да, сейчас еще буквально пару, и все, и переходим уже к школе отношений. Так вот, смотрите, вот, допустим, ездит в детский сад, что там прикольного есть? И вообще, режим, зачем он придуман? Он придуман для стабильности мира. Почему люди, когда работают в крупных организациях, они тоже эмоционально более стабильны, да? Потому что они знают, вот мой рабочий день, вот у меня будет обеденный перерыв, вот у меня получка, вот аванс, вот парковочное место, вот рабочий стол, вот как бы стабильность, да? И психика понимает, вот есть граница, все, есть граница, ее нужно перепроверять, эту границу, понимаете? А когда все можно, получается, что нет границ, и надо все время это перепроверять. И тогда дети становятся истеричные, капризные, они уже и не знают, что придумать, понимаете? И им сложно, им плохо, а родители еще больше пытаются им дать, еще больше все можно, можно и маму бить по голове, и старшего брата можно повливать там, чем угодно, понимаете? А тут важно очень храниться, потому что что из этого будет? Я, честно говоря, потом, ну, даже с ужасом думаю, что вот с поколением новым будут, потому что я вижу много таких детей, и это ощущение измирности. У ребенка возникает ощущение, что он особенный, понимаете? Вот все остальные какашка, а вот он, особенно этот ребенок. И он выходит, а его же только в семье так любят, то есть ему так позволяют. А там же другие такие вот особенные. И дети не научаются вообще взаимодействовать правильно, учитывать границы для других людей. Они могут становиться домашними тиранами такими. Вот. Они не понимают вообще, понимаете, что есть они, а есть другие, не могут причинять боль. В нашем, ну, в поколении в нашем, как это могло на самом деле у нас возникнуть, если вы вообще, знаете, были предоставлены сами себе вообще. Вот вообще, знаете, вот вы гуляли целый день, могли делать что угодно. Могли поджигать сарай, могли бить лампочки, вот что угодно, понимаете? Еще компания какая-нибудь плохая там, да? То есть родителей вообще, как бы их вообще не было. Ну, просто их вообще не было. И вы вот сам себе король. Курить можно в 7 лет, понимаете? То есть вот такие вещи. Пробать что угодно, да? Потому что нет вообще никаких границ. И возникает избранность. Потом это часто криминальные какие-то истории. Или вот такой вот оплом. Плюс их в чем? Ну, там самооценка, конечно, а вот огромная, да? И есть, но есть, конечно, нереалистичные требования. То есть люди дома сейчас, они приходят и сразу получают офигендерскую работу. Знаете, вот очень часто дети, очень родители обеспеченные, вот у которых этих, как бы, этих храмок не было. Они, когда ты их спрашиваешь, а кем ты хочешь работать, что ты хочешь, да? И люди говорят, такой бред вообще. Мальчик на сайте говорит, что я хочу заниматься кейтерингом 2 часа в день, получать там 700 тысяч рублей в месяц. За счет чего, да? То есть совершенно нету вот этих вот реалистичных, реалистичных, это обратная связь отминировающих от жизни, да? Это страшно, конечно. Конечно, как бы родители пытаются дать все лучшее, а растят вот, ну, тех, кто потом не будет адаптирован вообще. Так, Олечка, теперь кидай ссылочку, пожалуйста. Так, моя хорошая, все время рассказываю про курс. Вот это я вам рассказала маленький кусочек, у нас не было практически упражнений с вами, да? Для того, чтобы вы поняли про себя больше, поняли, каких у вас пунктов нету. И если у вас нету этих пунктов или не было в детстве, значит, вы попадаете в какую-то ловушку регулярно. Да. Сейчас я спрошу. Оля, а у нас же ссылка на курс в Инстаграме есть в активном профиле моем, да? Значит, вы в ловушку попадаете, не знаете, что вы в ловушке. Вы думаете, что это такой мир. Или мир опасен, да? Или на самом деле во мне какой-то дефект на самом деле, да? Или я открываться могу. Или я состояться сложно мне, да? Или мне все можно, да? И вот это все проявляется в отношениях, да? Я или перегибаю палку, или слишком подстраиваюсь, понимаете? То есть там это прямо, и это то, что мы транслируем в отношениях. Поэтому, девочки мои хорошие, я сделала курс онлайн школы отношений. Теперь я нажимаю кнопку и открываю, значит, слайды про школу отношений. Девочки, вы можете после эфира посмотреть мой профиль. Там есть активная ссылка, да? До вторника у вас стоимость одна, после вторника она будет подниматься. Так, девочки, кто ходит ко мне на курс, поторопитесь. Количество место ограничено, да? Потому что там будет глубокая проработка. Значит, мы стартуем в марте в следующую неделю. Вот как вот сегодня мы с вами начали, это будет точно так же. Четверг, 8 по Москве, будет 6 уроков у нас с вами, да? По 2 часа, где мы с вами подробно будем разбирать, сколько, как бы, как это все будет устроено. Да? Смотрите, можно будет приходить онлайн, можно будет в записи. Вот. Значит, онлайн школа. Почему онлайн? Я понимаю, девочки, что кто-то может приходить физически, кто-то нет. Но она будет в записи, и у вас будет месяц доступ еще к ней по вот окончанию. Значит, что это такое? Сейчас вам расскажу. Она нужна для того, чтобы вы вот эти ловушки свои увидели и смогли проработать. Чтобы вы в отношениях с детьми, с мужьями, с партнерами, да, с родителями, вы стали адекватнее, да, вы стали взрослее, стали полноценнее, да, потому что когда мы в ловушке находимся, вот в этой, да, мы как бы, ну, взаимодействуем определенным образом. Значит, сразу пошло про стоимость. Давай сейчас я вам сразу открою слайды. Сейчас, девочки, сейчас вам скажу про цены, сейчас скажу про результаты. Что я вам гарантирую, что будет сделано? Вы улучшите отношения. Вот те отношения, которые вас волнуют, вы их измените. Вы сможете понять, в чем косяк ваш. Потому что и ваш тоже есть. Конечно, 50% в партнере, а 50% в вас. Но вы измените свое ощущение. Да, вот, например, кто в покорности, да, вот у кого сложно самовраждение идет, да, я вас буду учить говорить, что вам важно, ощущать свои чувства, проявляться. Это будет по-новому, это будет бескомфортно. Но вы начнете переучиваться и поймете, что на самом деле вам могут поступать, вас могут слышать. И вообще все гораздо проще, чем вы думали, да. Да, но вот увидеть, что, ой, мне на самом деле нужно иначе действовать, вот это достаточно сложно сделать самостоятельно. Поэтому у нас с вами будет тестирование. Вот сейчас я вам, знаете, вас так просто так, ну, девочки, поставьте плюсики, кто так, кто сяк. А мы с вами в курсе, будем тестироваться, прямо опросник, прямо будем все это еще делать, ставить плюсики, минусики, каждый у себя. Вы поймете, какая шкала у вас как вообще проявляется, да, и у вас появится индивидуальный план, что делать конкретно вам. Ну, добрый вечер, кто-то у нас только сейчас подошел. Так, давайте про стоимость, значит, скажу. Это 6 занятий по 2 часа. То есть это с 4 марта по 8 апреля. Теперь стоимость, девочки, 9 900, это до вторника, потом стоимость поднимается, будет 11 900. То есть покупая до вторника, вы экономите 2000 рублей. Что мне кажется, хорошая скидка такая. Так, что вам еще рассказать? Я вам обещаю, что это будет работа. Да, да, поэтому вам нужно взвесить, готовы ли вы, да, потому что это все-таки, знаете, ну такая штука, когда вы про себя что-то узнаете. Узнаете, и я вам подскажу, что, слушайте, вообще-то, чтобы все получить, все, что вам важно, надо действовать чуть иначе, да. И тут нужна все-таки, конечно, ваша внутренняя, ну, потребностная, да. Но если вы уже, девочки, тут ко мне пришли и слушайте, я бы сказала, что, наверное, у вас уже она есть. Иначе вы, чтобы вы тратили свое время на такую вообще тему. Вот. Что у нас будет, давайте сейчас прямо пройдемся по упражнениям, по занятиям. Значит, первое, мы с вами будем искать вот эти ловушки, будем тестироваться. Потом я вам дам прямо текст прочесть каждому, вот вам вот это, вам вот это, вам вот это, вам вот это, вы поймете, как вам действовать. Второе, мы будем отрабатывать, это новая схема поведения. Третье, мы будем с вами работать с эмоциями, с основными эмоциями, которые нам портят отношения. Это гнев, страх и обиды мы будем прорабатывать, вытаскивать. Потому что нам, допустим, нужно выйти с мужем на откровенный разговор, а мы боимся, нам страшно. А вдруг он, не знаю, скажет, ты знаешь, а я тебя разлюбил давно. Или нас обида держит, и мы никак не можем, да. И получается, что есть вот эти вот эмоции, которые препятствуют. Или нам нужно к руководителю идти, понимаете, да, а есть страх, вдруг я эту работу потеряю, да. И вот очень много этих эмоций. Или нам нужно с ребенком поговорить, погладить его по голове, а у меня есть гнев по поводу него, что он посуду забыл помыть, да. И вот это вот все время так в нас колокочет. И вот мы с этим будем работать. Дальше мы с вами будем работать с границами, прям будет много про границ. Я буду вас учить, как себя отстаивать без крика, но в то же время отстаивать, да. И мы будем искать ваш рычаг, потому что люди очень часто не видят, что у нас больше рычагов. Мы можем влиять на отношения, мы можем влиять. А вот как влиять, да, надо выйти из ушки вашей, там прям есть рычаг, я вам буду показывать. Поэтому, да, будем про границы, про то, как не орать и при этом перестать подчиняться, продавливаться. Пятое, о, слушайте, пятое попадает на 1 апреля. Забавно. Мы с вами будем отношения рассматривать как схемы. Я вам буду рассказывать, и вы увидите, что те отношения, в которых вы сейчас, они как-то устроены. И они продуманы, понимаете. То есть, они, знаете, как ключ из самок такой. Поэтому, знаете, если вас волнуют какие-то отношения, вы будете, блин, вот я как будто по западному кругу все время хожу. Вот одно и то же, одна и та же схема. После этого вы увидите это как схему и поймете, где выход на самом деле. Потому что действительно можно одно и то же прокручивать 20 лет. А тут вы увидите, где же выход вообще. И последнее, мы с вами сделаем такую толстую эмоциональную точку про уверенность в себе. Что это такое, где это внутренняя опора, как ее почувствовать вообще, да. Как почувствовать себя собою, как быть в контакте с собой, да. И вот это будет такая финальная точка, да. То есть, мы говорим про отношения, про границы, про ловушки, про себя. Что это, девочки, все это вместе даст? Это даст то, что вы повысите удовлетворенность в отношениях. Вы станете удовлетвореннее, и вы почувствуете влияние. Вы поймете, как вам влиять. Может быть, отступить, а может, наоборот, говорить. А может быть, наоборот, быть гибче. А может быть, наоборот, быть более прямолинейным. Это мы с вами все разберем, да. То есть, вы станете эффективнее в отношениях, а главное, удовлетвореннее. И что очень приятно, у вас останутся навыки вот эти с вами, да, потому что я вас буду прокачивать именно, как вам обучиться это делать. То есть, это то, что останется с вами. И тестирование вот этих вот результатов, они останутся с вами. То есть, вы будете знать свои склонности, понимаете. Можно ли купить отдельно одно занятие? Вы знаете, нет, потому что курс все-таки, он взаимосвязан. Вы вряд ли поймете одно без предыдущих, потому что все-таки они в логике. Смотрите, если вдруг дело в деньгах, есть рассрочка. То есть, ну вот я понимаю, что у всех разные вот условия финансовые, да. Вы можете оплачивать, сделать первый транш, и после третьего занятия сделать еще один транш. Для этого, смотрите, девочки, как это вообще сделать, как вообще попасть на курс, или как вот сделать рассрочку. Вы регистрируетесь. Вот вам Оля скинула сюда, в посадку, да, девочки, кто у меня здесь, который сейчас мне будет выявить. Вы просто переходите по ссылке, регистрируйтесь, оставляйте свою почту. Девочки, в инстаграм. Вы переходите в профиль, кликайте, там есть активная ссылка, то же самое, все регистрируйтесь. Вам приходит письмо, да-да-да, вы зарегистрировали на курс, а вы пишете вот обратно, я хочу рассрочку. Все, и Оля вам высылает рассрочку раньше, то есть удобная форма оплаты. В общем, этот вопрос решается, да. Вопрос был только ли для женщин, ну, для девушек еще, да, для взрослых женщин. Ну, знаете, поскольку все-таки я больше специализируюсь на женщинах, то все-таки да, потому что я все-таки говорю, девочки, да, и как бы, да, я все-таки думаю, что я больше про это рассказываю. Да, хотя, честно говоря, ко мне часто приходят мужья моих клиентов, в принципе, я с ним делаю практически то же самое. Сколько практик в школе? Что такое сколько штук? Или чего имеется в виду? В каждом занятии есть практика, то есть кто был когда-нибудь на каких-то моих платных курсах, вы представляете, что это такое, да. Там есть кусочек теории, а потом упражнение, а потом отработка, а потом прямо вот такая вот обратная связь, да. То есть сегодня у нас с вами была лекция, да, то есть это был, я думаю, как кусочек теории, да. Практики у нас с вами сегодня не было, там в курсе будут практики, то есть мы с вами сделали, но единственное, вот в первом из практики будет тестирование, потому что вы практически сами себя прогоняете через тест, через те тесты. Со второго уже пойдет практика, то есть мы прямо будем эти ловушки обсуждать, как это новое поведение возникает, будут упражнения, техники. То есть это практическая штука, очень практическая, потому что я вам говорю про те навыки, которые у вас останутся, значит, это практика. Девочки, давайте, пожалуйста, вопросы про курс, потому что я уже прямо сейчас отвечаю и уйду. У меня консультация дальше. Давайте, мои хорошие, у кого какие вопросы, пишите, пожалуйста. Я не смогу быть на вебинарах в прямом эфире. Будут ли записи, так как большая разница во времени. Девочки, я понимаю, что все из разных мест, из разных точек мира. Да, в записи все будет, у нас будет одна такая посадочная страница, там будут ссылочки на занятия в записи. Там все будет, поэтому вы сможете проходить самостоятельно. Да, я там буду все объяснять, все буду прям подробно разжевывать, с примерами. Презентация будет, да, будет определенный текст, который вы сможете скачать, потом еще дома изучать, пересмотреть. То есть, да, это все, конечно же, будет. Я понимаю, что и все смогут физически, конечно же, попасть. Потом, ну, кто-то сможет наполовину прийти, мало ли что. Ну, всегда, в общем, можно пересмотреть записи. Девочки, что-то еще давайте. У кого еще? Какие сомнения, может быть, у кого-то есть? Не знаю. Поставьте еще плюсики, кто придет или кто купил уже, потому что у меня уже есть на самом деле оплатившие. Поэтому так много осталось мест на самом деле. Кто уже у меня идет, поставьте плюсики, что я вас просто видела, что вы тут ко мне пришли. Или все, кто оплатил, уже не будут. Так, давайте, жду ваших плюсиков. Девочки, какие еще вопросы? Про деньги, наверное, да? Ну, что вам сказать, сумма такая, наверное, не сильно большая, не сильно маленькая. Ну, маленькая я исходила из стоимости информации, из моего личного времени, да? Потому что то, что я даю в этом курсе, то, что я даю в индивидуальных консультациях. Честно вам сказать, у меня одна консультация личная стоит больше, чем этот курс. Одна личная встреча со мной, но я всегда в скайпе решили. Но вот я подумала, что то, что я могу дать в групповом формате, я это правда сделать могу, я это вам дам, да? И поэтому, как мне кажется, я сделала достаточно такую демократичную стоимость. В общем, вот увидимся в курсе, я вас жду. Пожалуйста, какие-то вопросы пишите в директ. Да, в общем, все вот отвечу, все посмотрю. До встречи, я вас жду, вы точно останетесь довольны. Все, всем пока. Так, тут я завершаю. Так, тут я завершаю.